Привет, друзья, это программа «Бизнес онлайн» студии Сергей Иванов. Вы работаете с фрилансерами? Тогда это передача для вас. Мы вам расскажем и подскажем, как сэкономить силы, время и деньги. Рассказывать и подсказывать будет наш сегодняшний гость – основатель сервиса SolarStuff Павел Шанкаренко. Павел, привет. Я буду задавать вопросы, нужна твоя помощь, помощь нашим зрителям, потому что и силы, и время, и деньги – это сейчас такой ресурс, который позволяет быть выше своих конкурентов. Время непростое, и твои советы очень пригодятся. Давай сначала мы узнаем у тебя, что такое SolarStuff, тот самый сервис, о котором мы хотим рассказать. SolarStuff, по сути, это фриланс-менеджмент-систем, да, то есть это система управления фрилансерами, внештатниками, каждый привык называть их по-своему, на сути, одно и то же. Мы позволяем в одном инструменте, в одном веб-сервисе ставить задачи, общаться, платить и получать документы, подтверждающие все взаимоотношения. Давай тогда освежим для наших зрителей, тех, кто работает с фрилансерами и тех, кто собирается с в общем известная вещь. С каким геморроем сталкиваются компании, работающие с фрилансерами? С каким документооборотом, с какими проблемами? Ну, на самом деле здесь можно даже фрилансеров так не выделять, а вообще сказать с людьми. С людьми. Да, то есть есть вариант работы компания-компания, есть вариант работы компания-человек. Вот когда российская компания работает с человеком, не с предпринимателем, а просто с обычным человеком, который что-то должен сделать, то она должна заключить с ним договор, но это нормально. Подписать с ним акт приема-передачи выполненных работ, но это тоже нормально. Дальше начинается то, что не очень нормально, это называется сбор с него данных, нужна копия паспорта, нужна копия ННС и деятельства, копия СНИЛС, а потом подается индивидуальная отчетность, персонализированная по каждому такому фрилансеру. Конечно, если у вас их один-два, то в принципе нормально, не беда, можно со всем справиться. А если сотни? Сотни плохо, потому что на каждых 20-30 фрилансеров вам понадобится дополнительная девочка-делопроизводитель. Ну да, и то, что мы хотели сэкономить работы с фрилансерами, на самом деле еще дополнительный штат пастухов или фрилансеров нанимаем, которых как-то так обслуживают и всячески контролируют. Да, и вы же понимаете, что фрилансер такое существо ветренное, непостоянное. Да, сегодня один, завтра другой. Нет, это сегодня один, завтра другой, а вы попробуйте с него еще добиться подписания вовремя документов, то есть вы еще и риски на себя принимаете. Понятно. Это тоже нехорошо. Понятно. Но плюс они вдобавок постоянно меняются, в этом их качество. Хорош, сделал работу, мы от него избавились, плохо сделал работу, тем более избавились, он нашел что-то другое. На самом деле самая первая проблема, которую призваны решать фрилансеры, это проблема быстрой масштабируемости, и как разворачивания, так и схлопывания. То есть когда нужны исполнители сегодня, завтра они не нужны, потом нужны послезавтра. Если вы будете каждый раз нанимать их и увольнять, это бред, это бредовая идея, которая или держать их все время при себе в штате. Да, это лишняя нагрузка на бизнес, которая в нынешние не очень простые времена, наверное, излишняя. И поэтому все больше компаний обращаются к помощи фрилансеров, сэкономив просто, сэкономив за счет того, что сокращаются издержки на персонал. Вы получаете тот персонал, те услуги, которые вам нужны в нужный момент времени, и не содержите дополнительный штат. А дополнительный штат – это не только нагрузка на фонд оплаты труда, это аренда помещений, это все-все-все, что за собой это влечет. Ты описал, на самом деле, идеальную картину о том, что работа с фрилансерами сокращает издержки, уменьшает расходы на аренду помещений, лишь в реальности мы видим, что все не совсем так, и нужны еще вот эти девочки-делопроизводители, которые должны работать с этими фрилансерами. Это называется, по сути, административный препон, такой вот административный барьер, который создан, наверное, исторически сложившимися какими-то обстоятельствами в нашем государстве, когда мы пытаемся все урегулировать, чем жестче, тем лучше. Не всегда, конечно, лучше получается, но жестче получается. работать с ними сложно, особенно если у вас их много, потому что отчетность по каждому, документы оборот по каждому, это все надо хранить. А опять это помещение, это же все хранится определенное количество лет, ну там три года, да, хранения всего этого вороха. А чем больше их меняется, тем больше ротация, тем больше документов. Опять мы все не друзья зеленого леса. Бумажки, бумажки, бумажки. И мы в своем сервисе попытались это все упростить. Хорошо, я как компания, работающая с фрилансерами, уже понимаю, что меня ждет экономия на том, что я не трачу лишних денег на наем большого количества девочек-делопроизводителей, на аренду дополнительных помещений, ну и вообще, собственно, моего тоже труда и времени, чтобы все это контролировать, проверять и т.д. и т.п. Еще какие-то, какую-то экономию дает SolarStuff? Он дает экономию времени. Так. Экономию времени за счет того, что у вас один и тот же инструмент, по сути он и таск-менеджер, он и инструмент финансовый, который позволяет рассчитаться с фрилансером, да, который получит деньги на свою банковскую карту просто удобно и надежно и быстро. Вот. И он же позволяет оформлять с ними отношения, причем вы это прям не замечаете, потому что для вас нажатие кнопок. И вы получаете нормальные документы, которые мы умеем делать, как посредник между вами и фрилансером, который за счет того, что умеет автоматизировать этот весь документооборот, делает его проще, понять, неудобнее. Давай с этого момента поподробнее, чтобы и я, и наши зрители разобрались уже досконально. Итак, SolarStuff выступает, кем он приходится к компании, работающей с фрилансером, и самим фрилансером, как строится схема взаимоотношений. Ну, смотрите, есть компания, она заказчик, ей нужно заказать работу. Написание текстов, сделать фотографии, произвести видеосъемку у какого-то человека. Это подрядное отношение заказчик-подрядчик. В случае с привлечением SolarStuff у вас есть заказчик, есть генеральный подрядчик SolarStuff, есть субподрядчик. Это физическое лицо. То есть вы, по сути, заказываете работу SolarStuff, SolarStuff заказывает ее у фрилансера, он оформляет это задание, передает, транслирует, потом забирает результат, принимает его у фрилансера, передает этот результат заказчику, и закрывает документами, производит оплату. Принимает деньги у заказчика, часть берет за свои услуги, как генерального подрядчика и организатора всего этого мероприятия, и остальное рассчитывается с фрилансером при помощи платежных систем, Visa, MasterCard. То есть я, как компания, уже не имею дело с сотней фрилансеров, я имею дело с компанией только SolarStuff. Один контракт. Один контракт. Да. Ага. Какая-то финансовая экономия, что это мне дает? Какую финансовую экономию? Ну, смотрите, финансовая экономия, на самом деле, разная в двух ситуациях. Если вы на общей системе налогообложения и на упрощенной. Поскольку сама компания, группа SolarStuff, представленная в России и за рубежом, российская часть находится на общей системе налогообложения, то все наши услуги и работы, которые мы делаем, они облагаются налогом на добавленную стоимость. Поэтому для компаний на упрощенной системе налогообложения наши услуги стоят, получается, на 18% дороже. Ага. Вот. Но в итоге компания экономит за счет того, что она имеет отношения с другой компанией и не несет той налоговой нагрузки социальной, которую она бы несла, заплатив физическому лицу. То есть еще 35% экономии получается, да? Да, в среднем где-то так. Ну, то есть в случае с работой с упрощенкой меньше. Ага. Если эта компания на общей системе, то больше, потому что она этот НДС примет к зачету. А сама SolarStuff находится не в российской юрисдикции. Да, это большая история вообще возникновения этого сервиса и того, как мы пришли к этой бизнесмене. Я услышал историю про сопоставление условий работы с фрилансерами у Google и Яндекс. Можешь подробнее рассказать про историю возникновения SolarStuff? Да, на самом деле история возникновения SolarStuff довольно давняя. Началась она еще лет 5 или 6 даже назад. Началась с того, что я как основатель, совладелец юридической компании, которая занимается по сей день правовой поддержкой интернет-бизнеса, получал несколько обращений практически подряд от рекламных партнерских сетей российских, которые говорили, мы хотим привлечь инвестиции, но к нам приходят инвесторы и не понимают, как мы работаем с физиками, эти все электронные деньги, а мы по-другому не умеем, а у нас их тысячи, а если мы будем с каждым заключать договор, ну мы просто не сможем это документооборотом обеспечить. Я начал думать и как вообще помочь ребятам в этом плане. Посмотрел на Яндекс с рекламной сетью Яндекса, посмотрел на Гугл. В то время Яндекс использовал ЦОПов, то есть он переложил с больной головы на здоровую, эти проблемы успешно их как бы решил за счет посредничества. Гугл этих проблем не имел. А почему? Спросил я себя и ответил, Гугл – иностранная компания. То есть он действует не по тем правилам, которые установлены в России, он ведет… И поэтому имеет большие преимущества. И поэтому, да, за счет того, что ему не нужен, он друг зеленого леса, ему не нужно такое количество документооборотов, он может это все упростить. И я сказал, ребята, российские партнерские сети… Будем как Гугл. Будем как Гугл, вам пора идти в Европу. Мы пошли, конечно, не тем путем, который более прост, создание компании на бумажке, а мы реально переносили бизнес-процессы в различные страны в Европу, в Балтию, в Кипр, в Голландию, в Ирландию, создавали там офисы, выходили на местные рынки с российскими продуктами. И за счет этого потом перемещали взаимоотношения с физическими лицами уже внутрь другой совершенно компании. Но делали это все в рамках установленных законам правил, которые на сегодня такие же, как и были раньше. Во всяком случае, пока ничего не изменилось. И опять же, иностранные компании имеют привилегию работать по более простым и понятным европейским правилам, заключая контракты с физическими лицами онлайн. Оферта, платеж, акт, все в электронной форме. Да, нормально, мы можем применять аналоги собственноручной подписи по-российски, путем акцепта определенных действий в личном кабинете. И это все незаметно для пользователя проходит. В смысле о том, что он может это делать онлайн, ему не нужно печатать бумажки, ему не нужно никуда ездить, ему не нужно ничего делать. Давай тогда еще поговорим о самих собственных фрилансерах. Как строится их взаимоотношение с SolarStaff? То есть SolarStaff заключает с ним какой-то договор, правильно я понимаю? Да, смотрите, SolarStaff с ними заключает договор, соответствующий их специализации. Когда они регистрируются в сервисе SolarStaff, они говорят «я дизайнер», или «я копирайтер», или «я», и выбирают там более 100 специальностей, по которым мы умеем автоматизировать документы обороты и взаимоотношения. Они выбирают эту специализацию и показывается оферта, соответствующая их специализации. Когда SolarStaff для них генеральный подрядчик, а они субподрядчик. И мы в этой оферте и указываем на то, что мы получаем задания от наших заказчиков, транслируем их, вы их принимаете или не принимаете, соглашаетесь с этими условиями или не соглашаетесь, потом выполняете работу и получаете деньги за принятую работу. Получается, что заказчик заключает договор с иностранной компанией SolarStaff, фрилансер заключает договор с компанией SolarStaff, заказчик дает заказ SolarStaff, SolarStaff транслирует его к какому-то количеству фрилансеров, и так происходит взаимодействие. Как происходит взаимодействие на практике? Как выглядит интерфейс? Как выглядит личный кабинет? Как процесс автоматизированный? Или они все-таки в ручном режиме происходят? Ну смотрите, интерфейс, на самом деле мы пытались решить его сначала проще. То есть он сейчас стал чуть более сложным, в плане том, что когда к нам начали обращаться более крупные компании, нам пришлось усложнить интерфейс, добавить несколько ролей, распределить функции, вот этот аккаунт, пользователь внутри аккаунта заказчика может только ставить задачи, вот этот может принимать, вот этот может платить. И за счет распределения ролей, распределения полномочий и коммуникаций между ними интерфейс, конечно, усложнился, но изначально мы его делали таким списочно-табличным, похожим на Excel. Вот. Сейчас мы на пороге большого перестроения интерфейса идем в сторону, скажем так, его более юзер-френдли сделать, да. Вот. Но мы уже имеем собранный опыт, собранный такой вот экспириенс, поведение, и это нам позволяет уже, основываясь на собственном опыте, упрощать взаимодействие с нашим сервисом. Потому что, конечно же, нельзя изначально сразу создать тот продукт, который идеален. Угу. Он должен жить и развиваться все время. И мы этим путем идем, упрощая интерфейс и упрощая взаимодействие, сводя к минимуму те итерации, которые проходит каждая задача. Угу. Вот. Собственно говоря… А SolarStaff еще сам не подбирает фрилансеров для заказчиков? Нет такой функции? Ну, мы уже на этом пути. Ну, как я угадал. Это интересно. Хорошо. Вот. На самом деле мы инструмент управления командами. Мы же совсем не биржа фрилансов. Угу. Да. То есть мы инструмент, который позволяет работать с выделенной командой. То есть тот заказчик, который приходит, он может нам даже рекомендовать обращаться вот к этому фрилансеру. Угу. Угу. И тогда этот фрилансер другим не будет доступен. Мы не будем выдавать его как доступного для других заказчиков. Угу. Но мы хотим сделать и инструмент таких совсем вольных людей, да, которые сами пришли, которые не были приглашены в систему и они уже будут, скажем так, более свободны в выборе. То есть из финансового и организационного инструмента хотите стать настоящим бизнес-инструментом, получается, да? То есть уже под биржами команды. Ну, не совсем. Мы не стремимся стать биржей на самом деле, биржей фрилансом. Мы все-таки инструмент управления командами. Просто мы можем стать инструментом управления командами команд фрилансеров, да, поскольку они часто объединяются в какие-то маленькие группы и сообщества. Им тоже нужен инструмент взаимодействия. Мы можем его транслировать немного дальше. Вот в эту сторону мы сейчас смотрим. Хорошие перспективы. Давай поговорим о том, кто уже пользуется Solar Staff. Сначала хочу спросить, кто пользуется и кому он вообще нужен? Каким типом компании он может пригодиться? Вот из наших зрителей, опять же. Ну, смотрите, мы начинали с создательского бизнеса на самом деле и рекламных партнерских сетей. Да. У нас есть несколько рекламных партнерских сетей, которые нами пользуются. Из российских есть такая рекламная партнерская сеть, где Слон, Лидс и еще несколько, на скидку не скажу. Потом есть издательский бизнес. Есть, наверное, известный, как раз в интернет-общественности издание «Тиджорного» или «Цукерберг» позвонит, его как раз, наверное, больше всех знает. Это два издания. Да, да. Это два издания. Вот как раз мы с ними тоже работаем. Есть сфера разработки софта на заказ. Вот эти ребята в основном как раз западные. И здесь надо, во-первых, сказать, что сейчас больше 70% заказчиков, если говорить о объемах, они западные. Потому что российские фрилансеры становятся выгодными на фоне ослабления рубля, становится выгодно с ними работать. И поэтому к нам приходят больше западных заказчиков, западных компаний. Которые не очень хотят иметь дело с нашим бумагооборотом. Да, им проще работать. Они как раз получают инструмент управления вот этими командами разработчиков, которые сидят здесь у нас в России. Не только в России, на самом деле, и в других странах. И Беларусь, и Украина, и Казахстан тоже не отстает. Вот. Но смысл в том, что не только российские компании с нами работают, и даже, я бы сказал, большинство нероссийских компаний, особенно в сфере разработки софта. Они практически все западные. Западные компании и заказчики дают заказы на разработки. Да, вот российским, не компаниям даже, а просто физическим лицам или коллективам физических лиц. И вот на этом посредничестве, да, то есть мы транслируем эти задачи, транслируем деньги, транслируем документы, оформляем передачу интеллектуальных прав на результаты работы, что немаловажно. И в издательском бизнесе, и в разработке софта. Ну, наверное, меньше это интересно в рекламных партнерских сетях, потому что там нет интеллектуального продукта как такового. Там услуги по размещению рекламы в сети интернет. Но в основном, конечно, это софтвердная разработка, это издательские дома, издательства, у которых большое количество внештатных корреспондентов, фотографов, писателей. И они разбросаны, опять же, по всему миру. И здесь виза и мастер-кард удобные инструменты, которые есть практически в любой стране. Но у нас сейчас список доступных стран, с которыми мы сотрудничаем, более ста, в которые мы можем платить. Да, есть некоторые страны, у которых, скажем так, урезаны виза и мастер-кард, которые запрещают онлайн-платежи, запрещают еще что-то. Да, там у нас возникают трудности, но это в основном арабские страны. И фрилансом там не особо пахнет, на самом деле. Ну а кого еще потенциально вы хотите захватить? На сколько ты оценишь рынок, как минимум, в России, в компаниях, в тысячах, в чем можно еще, как говорится, померить в объемах финансовых денег? На самом деле, рынок фриланса, он всегда растет, а в кризис особенно растет. И мы это и по себе заметили. То есть вы на перспективу просто рассчитываете сейчас развитие рынка фриланса. Да, потому что фриланс, как мы с чего начали? Повод экономить. Кризис – повод задуматься об экономии. И они сочетаются очень хорошо, и любые кризисные явления, они приводят к росту этого рынка фриланса. И он прибавляет, прибавляет процентов по 15-20 в год, а то и больше. Но если мы посмотрим на Запад, да, в Европу и в Америку, то, конечно, рынок фриланса в СНГ меньше в сто раз. То есть ему есть куда расти и дальше, и он явно будет это делать. На это мы и рассчитываем, что все больше компаний, не только уже из IT-сектора, с которого мы начали, как более близкого, наверное, нам по духу, да, и с которым мы уже имели опыт взаимоотношения. Ну и он будет переходить в офлайн. Но мы больше нацелены на работу с теми компаниями, которые обращаются к фрилансерам создающим, креативным, да, там, где нужно оформлять результаты, права на результаты интеллектуальной деятельности. Там мы наиболее полезны. Ну а сколько сейчас на данный момент у вас клиентов в компаниях, если можешь открыть цифру, собственно, самих фрилансеров, сколько в базе? Ну, фрилансеров чуть больше трех тысяч, компаний, ну, наверное, чуть-чуть в районе тридцати. Понятно. Ну вы только начали фактически. Сколько уже существуете на рынке? Мы четыре года как начали этот бизнес, а автоматизация и запуск его в качестве сервиса Solarstaff – это, сейчас скажу, год с небольшим. Год с небольшим. Понятно. Итак, подводя итоги, давай еще раз перечислим, что получает компания, работающая с фрилансерами, если она начинает работать через Solarstaff. Итак, поправь меня, если я не прав. Это экономия времени, бумаги, сил и усилий по оформлению отчетности по каждому отдельному фрилансеру и персоналу. На самом деле это замена множества отчетов и документов одним. Одним единственным. Да. Это получение документов от компании Solarstaff, единого документа о выполнении заказа. Правильно? Какие документы, кстати, получает компания? Это и счета фактуры, и акты выполненных работ, и, соответственно, базовый договор. Базовый договор. Это экономия на социальных отчислениях? Да, есть. Тоже как в зависимости от… В зависимости от выбранной формы взаимодействия и системы налогообложения, она разная. Угу. Вот. И мы на сайте Solarstaff представили примерный калькулятор, который позволяет увидеть разницу, которая зависит и от объема платежей, и от количества фрилансеров, и от выбранной системы налогообложения. Угу. Это интерфейс автоматизированного управления всеми работами. Да. Это верно. Что еще можно добавить? Мы попытались сделать работу с фрилансерами максимально простой, комфортной, понятной и удобной. Думаем, нам это удалось. Но это можно узнать только попробовав. Ну что ж, я думаю, что после сегодняшней передачи люди, которым хвост горит во время кризиса, задумаются, хотя вот все-таки замечается, что многие еще только начинают задумываться или думают, что как-то их минует. Но я думаю, что чем жестче ситуация, тем быстрее начинают соображать все наши бизнесмены. Я думаю, что после этой передачи многие задумаются об оптимизации своих расходов о новых формах взаимодействия. И вот тут, наверное, и передача, и сервис SolarStuff им очень пригодится. Мы рады быть полезны. Спасибо большое за то, что подсказал, рассказал, направил на путь истинный. Я думаю, что всю остальную информацию наши гости могут почерпнуть из открытых источников, которых достаточно много. Ты ведешь активную деятельность. На этом я прощаюсь с вами, друзья. Напоминаю, что в гостях у нас был основатель сервиса SolarStuff Павел Шинкаренко, который рассказал нам о том, как экономить в кризисе и как сэкономить усилия, деньги и время. Всего вам доброго. Пока.